Вот что я про него запомнил. Зовут Александр, фамилия Мажелин, житель Абакана, участник одного из семинаров, вебинаров по интернету, где еще вебинары были в зачастом состоянии, и я на нем в нескольких людях тренировался рассказывать аудитории о своих планах, о своих секретах. Ну и чем дело кончилось? Товарищ с ним успокоился, каждый год ко мне приезжает, что-то добывает, что у него получилось, не знаю. Но в данный момент, Александр, помните, я вас приглашал на фестиваль в Абакане? Да. Дошло до вас? До каждого из дорожников. Да, до каждого из дорожников. Дело очень, почему мне надо было. Я от вас срочно потребовал фотографии манджурского абрикоса, который явно на фотографии уже не манджурский, а, скажем так, ну хотя бы полукультурный. И очень-очень подозрительно смахивает на Амур. А у него-то рядом Амур раз его опылил, правильно? Ну, возможно. Невозможно, точно. Потому что манджурцами его назвать нельзя. Вот, ну, то есть этот фильм выйдет в эфир, вот, в ютубе, значит, пару фотографий вставим. Значит, что мне понравилось? У вас там, если я найду, а если что, поможете? Да, фотографии есть, конечно. Мы же не просто с вами решили поговорить, да и все, и забыть. У вас там этот манджурский абрикос был посажен на холм, правильно? Да, конечно. Возле дома, явно защита от ветра обеспечена. Ну, мало снежа, это понятно. Абакан, городская черта снега много никогда не бывает, как я заметил. Никаких гор, как я в Новосибирске, невозможно было пройти по улицам. Где я случайно оказался. И вот, значит, этот абрикос, он был первый, видимо, то, что он у вас вдруг взял, да еще заплодоносил, вот, вы с него взяли косточки, так? Да. А дальше рассказывайте, что было с косточками. Я эти косточки, как обычно, стратифицировал, и когда они у меня... Как обычно они строят, подробнее. Ну, стратифицировал. Подробнее. Закладывал во влажный песок в конце февраля, и в конце апреля они у меня уже были готовы к посадке. Вот. И в один из... в один... это... в один... в один год я заложил больше тысячи косточек на стратификацию. Минуточку, это вся тысяча ваша? Да, конечно. Так, я эти тонкости не знаю. А сколько к тому времени у вас абрикосов плодоносило? Ну, наверное, год четвертый. Нет-нет, сколько их у вас, плодоносилящих абрикосов? Один? Вот этот. Меня смущает, что я сам не проповедовал, я просто как тот хакас, что вижу, а там пою. И что я видел? У меня абрикосы в маньчжурске плодоносит нерегулярно. У меня каждый год, Валерий Константинович. Вот именно. То есть он в полном одиночестве. И теперь мне надо менять свое мнение о том, что он мало самоплодный. Да, рядом абрикосов нету. Вблизи абрикосов нету. Через сколько километров ближний абрикос? Метров, сотен метров? Не знаю, метров 30, наверное, может быть, 40. 30-40. Соседние, у соседей там есть абрикосы? Ну, значит, возможно, соседний. Может быть. По теории до 600 метров пчела унюхивает. Так? Ну, в городе-то есть абрикосы, конечно. Ну, все-таки 30 метров. Ну, ближайшие, и то не масло, там один какой-то. Ну, то есть все-таки ваш случай, для того, чтобы сказать, ах, Манджури, железо самоплодный, сказать нельзя. Ну, наверное, нет. Кстати, я железок против самоплодности. Самоплодность в моносады – это деградация. Так, это к слову. Значит, смотрите, что получается. У вас получилось предельно удачный случай. Этот случай меня настолько заинтересовал, что я, несмотря на то, что я сейчас лежал пластом, так, поднялся и с вами общаюсь. Так? Конечно. Сейчас мы продолжим тему, в каком плане. Меня удивила, ну, как сказать, ваша удачливая, что ли? Вот именно. Все началось с одного саженца. Его когда-то давным-давно у меня купили, правильно? Да я же скажу, в каком году. Это было в 2009 году. Он был трехлеток, и через пару лет он у меня начал плодоносить. То есть в 2011 году. Так, ну, я надеюсь, вас никто не примет за засунок казачка, который сказки рассказывает. Пожалуйста, пускай приезжают, посмотрят на участок. Вы знаете, у меня это была серия тех самых абрикосов. Какая серия? Значит, я их сильно много. Я много не плевал, много не продавал. Вот и не было известности. В это время люди охладели к садам. Началось великое бросание дач. И часть абрикосов у меня осталась непривитая. И когда я мне с полу с три года стоял вопрос, под топор или продать хотя бы, по-моему, по 300 рублей их продавал. Клетка, мощная. А, кстати, я еще обрезал каждый год. Почему? Потому что куда бы он за три года, он бы вот сюда в эту комнату, в кухню бы с трудом бы вошел. Так они мощно растут, правильно? Да. По два метра прироста у меня абрикосов. По два метра. Я специально засекал. Дело в том, что Абакан и Саногорск, это как раньше говорили, русский, китаец, братья навек. Почему? Дело в том, что здесь практически 100 километров это бешеные собаки. В общем-то, здесь все реально поддается. Вот так, чтобы в каждом саду должны быть абрикосы. А в этом до сих пор еще не знают. Вот. Наука не знает. Иначе бы они уже, знаете как, я ведь с вами не просто общаюсь, у меня уже несколько таких съемок, меня не будет. Наука в том времени, это новое поколение ученых, они должны знать, кому ехать. Вот раз. И второй момент. Я привожу этот пример. Ну, не как анекдот. Ну, как сказать, так сказать, с настроением хорошим. Чернобаева знаете уже. Я шучу всегда, как говорю. Леня, говорю, Леня, ты у нас теперь суперзвезда. Вот. Побывав у него, сняв там 5-6-7 фильмов. И что вы думаете? Итак, заслуженный художник, говорит, по последние годы, я его и картины снимал, в фильмах показал. Говорит, кстати, замечательный художник, замечательные картины. Вот. Все каждым годом хуже берут. Это кто говорит, что у нас кризиса нет, это, конечно, сказки. И вдруг я в этом году захожу к нему на участок и вижу, а раскрутил его и вижу. Раскрутил, как известно, что он посадил огромное количество подвоев. Так. Почему теперь? Теперь, значит, что получается? Он мне впервые. Мы с вами общаемся. Ну, как? Это касается разговора сотен вот этот. Я специально так не темню, а, как бы сказать, постепенно раскрываю смысл разговора. Вот. Александр, кстати, отчество я не помню. Не надо отчество. Надо. Будущий авторитет. Не надо, Валерий Константинович. Для истории. Просто Александр. Для истории. Для истории, Михайлович. Александр Михайлович. Значит, дело в том, что я специально не стал спрашивать, зачем вы едете. Вот два пакета. Вон они. Два мешка с черенками. Это все. Там не так много. Несколько сотен абрикосов, несколько сотен прочих. Это на всю Россию. Сейчас уже продал, меньше. Вот. Жалею деревья. Так, но дело еще и не в этом. Перед вами оправдывайся. Перед будущими теми, кто увидит этот фильм сегодня неделю, две, три. Перед еще вся зима, заказы пойдут. И так я обращаюсь к Мебаеву и говорю, давай, как обычно, нарежь ко мне с полтысячи там, а бывало и тысячи черенков. И мы оба на этом заработаем. Ну, в общем, теперь, когда я увидел его посадки, лавочка закрывается. Это художник явно отходит на второй план и выходит на первый план замечательный, способнейший, талантливый садовод, у которого практически стопроцентная переживаемость. Вчера мы с ним ходили по его саду, он мне нарезал, это я вам говорю, и будучи в этом, все-таки, единственное, что он мне нарезал, это несколько сортов только абрикосов. Там и рыжий, это чудо, вот. Дело в том, что он мне в придачу, а у меня этот рыжий, он взял и перестал давать приросты. Так, где он у меня, сейчас, 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 соображу. В общем, долго искать, короче, баночка, закатка, еще в придачу. Он утверждает, у меня поины считается это, а у него теперь свой лидер появился. И вот он сделал, там, мне 300 черенков нарезал, академик, этот самый, вот, королевский. Так, кое-кто пришел опять мешать. Ну, хорошо, Димаш, участвуй, это будет следующее поколение, Александр Михайлович. Значит, королевский, академик. Вот, и что интересно, есть у нас еще, есть у нас еще один друг, а друга зовут Филиппев Владимир. Я тоже был у него в саду и тоже снимал. Мне понравилось, как его выражение, до того интересно. Я говорю, вот эти вот огромные абрикосы, плоди, откуда эти взялись? Он как-то, да черт, ну, то есть, понимаете, он даже объяснить не может. А я сейчас пытаюсь как-то Митюрину перевести на современный лад. Потому что бывают такие уникумы. Так вот, он веточку дал Чернобаеву, а Чернобаеву размножил. У него теперь этот абрикос, которому я дал название, клон Филиппево поздний. То есть, когда ни у кого абрикосов нет, вот. Вот, кстати, поздний абрикос, это тоже интересная тема для наших, для Сибири. Чем позже он зацветает, тем больше вероятность, что он минует возврат на заморозки. А я обчел. Это очень важно. А я обчел. Это вообще прям, прям тема-тема. Короче говоря, вот черенки за вами вот у мешки. Я возьму обязательно. В общем, я сейчас не знаю, стоит ли сейчас рассказывать про каждый. В принципе, в фильмах это все уже снято. Я просто хотел сказать, что, значит, уже не вам, а тем, что у меня очень мало последователей. Те, которые потом начнут расширяться, расширяться, расширяться. Еще Александр Михайлович скажу. Итак, был звонок из этого. Из, ой нет, стыдно говорить. Фамилию, все. Я этого человека даже в свое время раскрутил. Он был простым привальщиком. Но врали в одном из крупнейшим питомников. Теперь он самостоятельно лично. Все. Замечательно. Он у меня звонит и говорит, Константинович, вот. Ну, то есть, действительно, кому еще звонить по черенкам? К тому же я сыграл его роль в его судьбе. Так вот, я присылаю машину и забираю все до единого черенки у вас и ваших друзей. Ладно, думаю, мне стыдно. Я к этому времени уже человек 100 пообещал. Это мой уровень. Норма 100 и все. Причем, интересно, что половину я уже обеспечил черенками. И если взять, допустим, 50, это тоже интересно. То из них 49, все, кто я выросил в мэйте, только один нашелся, новичок. То есть, новых нет. Это плохо. То есть, нет такого, что вся страна там, это, мечтает мои черенки раздобыть. Так? С одной стороны. Вот это одно из наблюдений. Если 50 человек я вышел в черенки, то 49 из них все, кто выросил в мои подвое. А вы же приехали, тоже, наверное, выросили в мои подвое. Да, у меня много деревьев. Вот, и к этому сейчас подходим. Потому что дальше пойдут тонкости. Вы же наверняка же, будет разговор, вы сказали. А этот разговор, он касается всех. Поэтому будем продолжать. И вот, что интересно. Значит, я встал перед дилеммой. Когда-то я высылал на Урал 2 тысячи черенков. Они стоили, у меня тогда 50 рублей черенок. Вот, поторговали 45. Я получил за них, отправив 9 посылок. Вот этот товарищ, который сейчас позвонил мне, он сказал, я никогда, а я железов никогда не обманываю, не привлечу, он мне сказал, никогда такого качества черенков не видел. Ну, мы сейчас их уже и покажем людям, правильно? Вот, и вот, значит, у меня дилемма. Еще 50 человек. Если остатки, то еще кому-то достанутся. А Чернобаева уже отказал. Так? А Сергееву надо нарезать. Я звоню, последнему шанс. Потому что Боднер торговал на рынке черенками. Целые веники привозил. Замечательный сад. И что вы думаете? У него сейчас, например, то, что у меня нечего, приростов нет. А у меня, например, груша окуклились там из 10,9. То есть длиннющие ветки. Вместо того, чтобы дать приросты, те же самые почки из ростовых стали плодовыми. Впервые в моей практике за 33 года. Вот. Я развожу руками, на меня давят те последние. И те, кто уже не смог заказать. И те, кто не сможет заказать. Я вот такой оказался в ситуации. Вот так вот. И вам говорю. С грушами труба. А Сергей еще не резал. Вот. Он нарежет все, что есть. Там кое-что есть в моем саду. А потом Чернобаеву. Вот. А то там вот уже список составил. На этом дереве 8. На этом 15. А на этом 18. Это не серьезно. В общем, эта проблема касается груш. Эта проблема касается яблона. У меня когда сожгли сад на острове. С тех пор я не то что ими не занимался. Ну, покушать себе вырастил. Там полтора десятка молодых деревьев. Потому что второй пожар мы пробовали в основе в 2008 году. Был совсем недавно. И когда я веточку с Минусинского сеанса перенес на подвой манджорца. Он укрупнился где-то раза в полтора. Есть это в фильмах. Я там угощал журналистам, телевизорчикам. Все это есть. То есть, сейчас я говорю вам и будущим покупателям. Хотя уже покупать-то нечего. Но не могу я бесконечно деревья резать. Они умирают от этого. Вот. Если я пропагандирую всем, не режьте деревья, не умирайте. Я тут же их убиваю своими руками. Вот. Персики вам достанутся. Так. Сливы. Может быть, только несколько черенков, если они вам нужны. Хотя сливы веточку. Сливы все выдающиеся. Вот. Я вам предложу. У меня как там? Ника-3 для всех. Ника-1 для избранных. А как вы хотели? Приятно, конечно, Валерий Константинович. Но не относите меня к этой категории, пожалуйста. У меня обыкновенный. Человек из моего саренса вырастил, получая тысячи косточек. Сами сказать, 2008 год, да? Правильно? Ну, это же с одного началось у вас сейчас. А дальше-то? Геометрическая прогрессия. А мне некуда девать саренсы. А, не надо. Вот с этого момента. Вот с этого момента. Мне их некуда девать. Мне их надо рассаживать. Продавать будете. Продавать. Понимаете, этот фильм будет вам в помощь. Я же для вас стараюсь-то. Мне нужно, чтобы она расползлась по всей Сибири. Так. Сергею, я говорю, как? Хочешь, чтобы не было конкурентов? Каждый год десяток новых сортов. Где хочешь, добывай. Как хочешь, добывай. Вот. Не просто торгаешь. Вот. Есть испытанные сорта. Вон они. Амур, Артем, Серафим, Бай. Королевские этот самый. Академик. Они уже, это элита. Она элита российская. Она элита мировая. Почему? Что такое весь мир? Это везде, где есть понятие север. Вот. Казахстан за сорок. Казахстан. Я всегда считал, что Казахстан это пачка Африка. Так? Вот. Допустим, это самое. Сейчас Скандинавия. У меня же оттуда пошли заказы. Норвегия, Финляндия и Швеция. Кто имеет возможность через границу российскую перевезти. Они у меня заказывают уже. Вот до чего дошло. Латвия. Ой, это самое. Не Латвия. Казахстан. Чехословакия. Словакия. Вот. Самый крупнейший заказ в моей истории был со Словакией. Вы представляете? Ну, не стыдно ли вот это, когда... Я к каждому ножке кланяюсь. Вот вам, в частности. Я ей специально скажу, вот этот круг, эта элита. Чтобы вы знали, что за вас уже не просто так. Хочу, не хочу. Это ответственность. Чернобаева-то я испортил. Художник. Я как посмотрел, сколько нидичков. Все ясно, почему Черненкова для вас это уже нет. Понятно? Вот. У меня уже, вот видите, плеш. Это из-за того, что у меня все требуют груши. А я-то у него пасе. Мои-то груши переросли все эти там. Нет переросла-то. А эти молодежь моя груша вся окуклилась. Фильм целый снял, правильно? Без обмана. Ну, ладно. Опять я отвлекся. Значит, вот такие дела. Зато с абрикосами. Рай. Настоящий рай. И но, смотрите как. Через несколько дней сейчас пройдет, говорят. У нас, слава богу, успело не просто навалить. Снегу. У нас уже не растаял. Он уже подтаял. Ну, хорошо. Вот такие перепады. Кстати, ничего хорошего нет. Лучше бы мороз. Я как водитель говорю хорошо, что дорога сухая. А черевушки завалило так, чтобы движение перекрыли. Сейчас, когда там наладится, я иду к Боднеру, так. Заодно единственной веточкой. Моей. Моей. Потому что когда-то я ему дал Петр Великий. Он мне показал вот такие вот. Вот такие вот якобы. В фильме есть. А я же проворы на этот момент. Я когда вы такие абрикосы. А я такие-то и срезал на Украине. А мои-то стали в два раза мельче. Даже по четыре раза мельче. Но страшно, обидно. Вот. И я теперь как. Допустим, если я сторонник реактивной гимилизации. Если я говорю, что вот это качество в данном случае измельчение. Я слово измельчение и слово отечаяние не применяю. Я применяю другое слово. Приспособление. Север. Вот. Теплее черевушка. Вот у него за 100 граммов абрикос. Холоднее у меня. Вот они стали 50 граммовые. Ладно. Теперь что получается. Пошло два этих развилка расщепления свойств. Хотя расщепление свойств применяется при... Когда? Когда речь идет о семенном размножении и о скрещивании. Тогда именно даже когда не самоплодное, а когда два родителя, получается максимум расщепляющие свойства. То папа, то маму, то дедушку, то бабушку. Понятно. А при ревентативной гимилизации я применяю свойства расщепления. Получилось как? Я теперь еду к Боднеру. Привезу ему что-нибудь из редкостей. Вот. У меня коллекция пошире. Вот. И беру у него веточку свою же, которую с Украины привез, но которая сохранила крупность. Потому что моя возможность, раз я сторонник того, что измельчение, укропнение, изменение качества происходит на генном уровне, то вернется ли это качество... То есть я буду продолжать, у меня есть молодежь, а я уже могу не дождаться 100-граммовых и 150-граммовых, как на Украине они были. Значит, надо ехать к Боднеру и теперь то направление, это же Петра Великого используем. Далее. Я потом переименовал персиков. Знаете почему? Вылитый нектарин у меня получился. Придумал, ну это точно клоун, ну это точно. Как его не обзывай, хоть Петром Великим, хоть Величайшим, хоть Александром Македонским, он другой. Вот. Вопрос на генном уровне. А вот интересно, что абрикос, персик вернулся. Вот. Конечно, если человек не с поколения в Минусинске выращивал сельцами, они же мельчали, вот видно мою руку, нет? А вот и такого состояния. Что вы думаете? Привил. Опять? Ну, не опять, а два раза крупнее стал. Не знаю, это интересно вам не лезть, сейчас переходим в практики. Конечно, интересно. Переходим в практики. То есть, направление такое. Будущему авторитету говорю, каждый год новинки, 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 новинки. Вот. И тогда тот же Сергей, я ему рачу конкурентов. Сернобаев уже насадил, насадил, вы насадили, насадили. Вот. И там насадили, в Омске насадили, на Урале насадили, мои последователи. Вот. Придет время, расскажут у Железова, Сергей, а что покупать-то? Он. Нет. Самое, вот именно вот это вот, если напряжение не снимать, самое крупное, у Сергея Железова, или там у Валерия Константиновича, самое сладкое, опять, самое, это самое, ярко окрашенное, опять, самое морозостойкое, опять. Вот эти все. И вот имейте в виду, вот у вас основа прекрасная. Так, садите, да, у вас будет скромнее. Вы сказали, что в этот, господи, в Каратурский район будете садить. В Каратурский район, да. Сопревает, вот, абрикос сопревает. Абрикосы на высоких холмы тут никуда не денется, укрывать их не надо. Может быть, у вас не будет 100-граммовых абрикосов. Каратурский район, все-таки, это уж такая ядреная Сибирь. Ну, куда ядренее. Когда у меня будет 40, у вас будет 45. Когда у меня будет 35, у вас будет 40. А это разница огромная. Ну, приспосабливайтесь. Все равно, после того, когда вы в Абакане, 100 километров на север. 170. Нет, я сравниваю все на русском. Вот, вы северный на 100 километров. У вас каждый день на 2-3 градуса холоднее. Абрикосы растут только скромнее. Но уже не манчжуриц. У вас в фотографии, вот, люди увидят, вполне прилично. Фактически, это амур, он его, это, опылил. Или не все среднее, да, между амуром и этим. Ну, в общем, вот все, что я наговорил. Сейчас прошу, я уже не буду маячить, я болею на экране. Пожалуйста, достаньте я это. Вот, вот это вот первый мешок, это с абрикосом. Сейчас мы с вами будем коммерцией заниматься. Так. И за одним людям объяснять, что к чему. Вот это вот, видите, он уже подписан заранее. Абрикос Мичуринский. Заметьте, никогда у меня не маячил. Единственное дерево Мичуринского. Так. Вот. Морозостойки невероятные. Никогда ни одна веточка у меня не подмерзала. Фотографию найду. Это вот фильм же идет. И фотографию я сюда вставлю. Так. Вот этот Мичуринский абрикос, он хорош тем, что он не самый роскошный плод и в среднем рам 50. Но. Если. Вот у меня лет 15, да. Он еще какой-то хитрый, он как-то по на земле стелется. Вот. Он единственный, у которого не то, что ветки устремляются вверх или вбок. Они еще почти горизонтальны. Вот. И получается так, что... Пожалуй, рекомендую. Вот. Видите? Теперь смотрите сюда. Показываю не вам. Вы у меня временар прошли. Вы сами же рекси можете читать. Итак. Значит. Если брать по одной почке, значит вы кто? Ал, тур, фик. Вот. Сибири, Урали, повторяюсь, Приморье и Севернее Москве. Этот номер не проходит. Вот. Недавно был недоуменный, обиженный звонок. Видимо, путем никого. Он недолго расспрашивал. Видимо, я его это сильно задело, что я назвал. Вот. Ну, я говорю, ну, поймите, вы живете это... На границе Украины. Ну, то есть между Харьков и Белгородом. Так. Вот. Там рядом, пешком можно найти. Харьков, Белгород. Вот. Я говорю, ну, пожалуйста, привайте почкой. Ну, рассылать на север, это уже, это... Ну, как бы неэтично, хотя кто ему запретит. Ну, это ладно. Пользуюсь вами и объясняю будущим владельцам садов. Обычный питомник. Густые посадки. Вот тут можно посадить и тысячи, и пять тысяч, и десять тысяч. Вот. Допустим, через полметра. Природа проредит. Что-то не взойдет. Что-то густо взойдет. Можно рассаживать и отсаживать как раз на эти лишние гектары. Через два-три года хватит, потому что она же как идет, волной. Рассадка, рассадка, рассадка. Особенно как у вас. Вы же набрали, наверное, 70 к Сибирке. Да, 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 я привел на Сибирку все. А вот, а еще не факт, а ваша Сибирка в Каратовском ли районе? Нет, я брал, выкапывал в Хакасе, в Абакане. В окрестностях Абакана. А они уже оккультурены, конечно. И плодики можете показать, какие? Ну, плодики, они вот с такой... Сейчас, момент. Сразу, а то по усякак, полосушили же этого. Потом крах. И сказали, да, все это, что железо гаев все на стене. Смотрите, да. У меня этот год особый. Я говорю, падает. Про меня узнал, допустим, в 10 раз больше человек, да? Допустим, было там 100 тысяч, стало миллион. Значит, я должен увеличить количество заказов в 10 раз. А их стало в 10 раз меньше. Например, больше 3 всех купили у меня... Вот она. Да, вот она. Вот такие плодики. Вот, на ней приваривать будет под 100%. А еще выше приваривать уже не под 100%, а в 100%. Я вас использую для рекламы, извините. Мало того, у людей этого богатства по мини нет, или они не знают, что оно есть в тренде. Пожалуйста. А вот одичавшая Ранетка. Вот она. Вот. Они примерно, о культуре на Сибирке, одичавшая Ранетка, у них примерно, морцовь все одинаковые. Это же тоже ветераны, так сказать, движения Ранетка в Сибири. Вот здорово, да? Вот. И я бы, наверное, вот эти бы использовал. Почему? Никто не понимает, высочайший... Кто сказал, что это ерунда? Хоть бы один. Я не это... я же как в Сибирях уже стал, да? И я самый наблюдательный на планете человек. Это я говорю. Это действительно так. Я вижу то, что не виднее здесь всех. Но я вижу и простые вещи, не только сложные. Я вижу, что их, ни один человек при мне, чтобы я где-то случайно увидел, не собрал их. Они настолько одичали, люди потеряли к ним 100% интерес. Так важнее, ценнее, качество, кто сказал, что они кисловато, надо есть живьем. Соки, компоты, варенье. Это вот добра у нас. Это у меня, извиня, как бы выходит это, парт, то, что я говорю. И вот это вот купило не больше двух человек, вот это, а вот это не больше одного. Это при том, что я начал продавать уже одну месяца два, да? Александр Михайлович, я вынужден закруглиться. Есть вот то причины. Вот, раз что вы приехали, раз что вас, я от вас, что узнал? Дело пошло. Шутка ли? Дело живет, Валерий Константинович. Когда вы сказали про тысячи косточек с одного единственного дерева, вот, этот детектор уже не будем достать. Пожалуйста, давайте протестируемся. Дело в том, что даже для меня, мне скрывать нечего. Даже для меня это фантастика. Вы знаете, у меня был случай, я подарил два саженца, там, не подарил, или выменял деревню Бартер, она сейчас есть, как же ее назвать-то? Оля, она у нас продавец магазина, единственного, в Красном Хуторе. Один она сгноила, вот, специально направила воду, ямку вырыла побольше, ну, такую, я лужу вокруг, ямку наполила. Направила туда воду со всей крыши всего дома, все и поливала, сгноила. Но прежде всего, она погибла, она на третий год, вот, если ей верить, если ей верить, примерно на третий год плодоношения, ну, я ей продал, может, одну, может, двухлетку. Ну, дерево было не больше пяти-шести лет, она говорит, что она дала ей роскошных яблок двадцать ведер. Я говорю, Оля, я убью тебя, ведь мне же нужны такие факты. у меня такого не было, я говорю, кто поверит, она мне телефон, а на нем фотография, и правду там, и дерево не видно, все в этих, я чуть не сказал, в яблоках, в крупных абрикосах, представляете? Вот, и у меня такие факты выскальзывают из рук. Вот сейчас, напоследок, вы мне испортили настроение, чем я сейчас спрошу, те фотографии тысячи плодов. Они у меня есть? Есть? На компьютере? А я просил на фестиваль. Я, знаете, разве до вас не дошло? Ну, такого обилия не было. Я отправлял. Да вы мне отправили те старые. По-моему, много. Старые. Да? Да. Ну, я, Валерий Константинович, видите, в чем дело? По электронной почте они как-то долго открываются, поэтому я возьму флешку и поскидываю на флешку, и флешку вам отправлю уже. Все, дело в том, что я хочу, чтобы вот эта вот, наша беседа была украшена, вот эти фотографии. Потому что даже для меня это не то, что чудо, я уже сам создаю чудеса, но это предельно, понимаете? Это не каждому дано. Ну, и еще, я еще скажу, недавно общался с человеком, у которого часы сбиваются, не ходят, у него какая-то отрицательная энергия, у него не растет ничего, морковка, картошка, все, не растет. Деревья не растут, прививки не идут, вот, и тогда я окончательно убедился, а я не мог, не было возможности, это же не личное общение, взять, поверить в биополе. Я знаю, каждый раз у человека обладает почему-то отрицательно заряженным полем организма. Эту загадку я не разрешил, я люблю их разрешать. Вот, что-то с человеком случилось, оно настолько воздействует, что на электронику воздействует, на электронику, вот, и эти не идут у него, а у вас наоборот, то есть есть люди, которые Богом дано, вот, быть садоводом, в котором в руках все распускается. Вот вам пример. Купили трехлетние саженцы, тут же мне присылаете чуть ли не на второй год фотографию, ветка вся в плодах, вот, плоды лучше, чем маньчжурцы, хотя это точно был маньчжурец, который я дикими не привитый, я только маньчжурцы продавал, культурные, ни одного за свою жизнь. Не продал. Ну, в общем, вот, получается у вас большое будущее. Ну, я буду стремиться. Вот. Жаль, конечно, выбрали каратус, жаль. Больше земли не было, Валерий Константинович, но это вызов. Ну, конечно, вызов. А знаете, сколько вам придется лишней работы сделать, пока у вас пройдет отбор, и прочее, и прочее. Ничего страшного. Вот. И потом, здесь, в Абакане, земля примерно одинаковая, а вот у вас там будет, не знаю. У меня в Абакане участка нету, в чем проблема. А там? Я не мог найти. А фотографии? В Абакане? Ну, в Абакане... Там только одно дерево и влезло? Нет, у меня в Абакане две сотки всего. На моей усадьбе. А там у меня восемьдесят соток, пожалуйста. И еще за огородом еще там, наверное, соток пятьдесят. Так что можно растить и растить. Ну, ладно. Значит, фотографию за вами. Да. Ну, что, прощайтесь. До свидания. А, правильно, не прощайтесь. Вот именно, до свидания. До свидания, да. Вот. Все. Увидимся. Со всеми. Спасибо вам. Это вам спасибо, Валерий Константинович.